Привет, друзья! Сегодня пятница, 14 мая. С вами я, Михаил Сыркели и новый выпуск «Нокталайф». Как обычно, по пятницам мы комментируем самые важные события, которые произошли за последние 7 дней в Молдове и в Гагаузи. Сегодня мы поговорим о том, как политики извратили праздник 9 мая, о ситуации на политическом поле Молдовы в начале избирательной кампании, о наследии Воронина и Додона для Гагаузи и страны в целом, и о том, почему выборы в Народное Собрание Гагаузи с каждым днем все дальше. Итак, поехали. Самой обсуждаемой темой прошедшей недели были политические движения на левом фланге, а именно заявления о коалиции социалистов и коммунистов. Заявление о том, что социалисты и коммунисты пойдут единым блоком, было сделано еще на прошлой неделе. В прошлом выпуске «Нокталайф» мы прокомментировали эту новость. Однако на этой неделе обсуждения этой темы и сами переговоры социалистов и коммунистов продолжились. Сегодня была опубликована первая десятка списка блока ПСРМ по КРМ. Самое время вспомнить о наследии коммунистов, а потом и социалистов для страны в целом и для Гагаузи в частности. Гагаузия, так называемый «красный пояс Молдовы», считается одним из оплотов левых партий в Молдове. Не всех, а только тех, кого поддерживает Россия. В начале это были коммунисты, а потом их место заняли социалисты, когда Кремль разочаровался в коммунистах и сделал ставку на Игоря Додона. После чего перед парламентским выбором 2014 года появилась фотография Путина, Додона и Гречаны. Перед тем, как коснуться наследия этих партий, которые должны давно кануть в лето, но они еще, что называется, претендуют на что-то, важно обратить внимание на риторику, с которой этот блок фактически бывших однопартийцев начал избирательную кампанию. Воронин и Додон в унисон заговорили об угрозе правых партий, которые в случае прихода к власти будут навязывать всем унионизм, что мы потеряем государственность, идентичность и вообще исчезнем как государство. В общем, старые песни о главном. Придумали бы что-то новое уже, ей-богу. Но, видать, предложить нечего, кроме как давить на больную мозоль значительной части граждан страны, которые еще верят в страшилки про унирию, которая невозможна и рассуждениями про идентичность молдаван и про то, как называется язык молдавский или румынский. Давайте послушаем последнее заявление Додона. Унирия невозможно, несмотря на то, что у нас в Молдове по результатам опросов число соцсторонников этой идеи растет, потому что нет критических массов граждан в Румынии и в Молдове, желающих объединения. В Румынии эта тема практически не обсуждается. Не то, чтобы там нет сторонников этой идеи. Они там тоже есть, но их так мало, что тема унири точно не является мейнстримом в румынской политике. И причина очень простая. Молдова со своими проблемами безграничной коррупции и нерешенным преднестровским конфликтом с контингентом российских войск и российского вооружения на своей территории точно никого не привлекает. Для объединения Молдовы и Румынии нужно будет проводить референдум, о котором ни у нас, ни в Румынии никто не говорит. И даже если в Молдове и в Румынии найдется большинство сторонников объединения, что вряд ли возможно, вопрос объединения точно не будет решаться в Кишиневе и в Бухаристе. Ключ решения этого вопроса лежит в кабинетах больших геополитических игроков России, Евросоюза и США. И если посмотреть на историю Румынии, то объединение этой страны со времен малого объединения во второй половине 19 века решалось геополитическими игроками, ну или большими игроками, как они тогда назывались, и сопровождалось международными соглашениями. Иными словами, для объединения Румынии нет ни внутренних, ни международных предпосылок. Зачем об этом тогда говорить? Но коммунисты и социалисты неугомонны, они продолжают запугивать у всех Румынии, у Ниры и потери молдавской государственности. И это мы слышим от них уже более 20 лет подряд. Эти партии не говорят о том, что действительно важно. Они практически не говорят о необходимости бороться с коррупцией, олигархами и захваченным государством. Потому что при Воронине набрала силу всепоглощающая молдавская коррупция, окрепли олигархи, в частности Плохотнюк. Ададон, ученик Воронина, заменив своего политического отца, обслуживал и обеспечивал комфортную жизнь тому самому захваченному государству во главе с Плохотнюком, которое выстраивалось еще при дедушке Воронии. Государственность, о которой часто говорят и коммунисты, и социалисты, чтобы они не вкладывали в это понятие, на практике означает следующее. Молдавское государство, как секс-рабыни, выставляли на обслуживание незаконных международных схем. Хотите отмывать 30 миллиардов российских денег? Пожалуйста, вам молдавский ландромат с юридическим сопровождением от молдавских судов и инфраструктуры молдавских банков. Хотите запрещенные в Европе анаболики? Пожалуйста, привезем, произведем, доставим с любовью. Хотите украсть миллиард из Национального банка? Пожалуйста, правительство все оплатит, ни в чем себе не отказывайте. Перечислять эти схемы можно бесконечно. Под громкие лозунги и рассуждения о молдавской государственности, при Воронине и его выкормыше, молдавское государство планомерно разрушалось, не успев родиться. До такой степени, что ни одно решение государственных органов, принятых в период пандемии в связи с COVID-19, не было исполнено в полной мере, потому что государственные институты захвачены и служат не общественному интересу, а обслуживают различные группы интересов. Государства нет. Во время Плохотнюка часто приходилось слышать, как люди с ностальгией вспоминают времена Воронина. Потому что тогда было лучше. И отчасти это было правда, но только лишь потому, что Плохотнюк и его сподвижники действовали как настоящая банда и настоящие бандиты. Но расправа с неугодными началась еще при Воронине. При Плохотнюке она обрела другие формы. Достаточно вспомнить преследование оппозиции при коммунистах и дела Валерия Пассата, и 11 уголовных дел против Михаила Формузала в 2006 году. Попытка Воронина превратить Молдову в среднеазиатскую диктатуру привела к 7 апреля 2009 года. Теперь если говорить о Гагаузии, которая по 90% голосов отдавала сначала Воронину, а потом Дадону. Тут все еще печальнее и трагичнее. Голосуя за Воронина и Дадона в надежде, что те защитят права и полномочия Гагаузии, Гагаузия на самом деле давала карт-бланш на ущемление полномочий Гагаузии. Придя к власти в 2001 году, Воронин принялся за смещение тогдашнего башкана Дмитрия Крайтора. Против Крайтора выдвигались обвинения в злоупотреблении властью, о растрате и отношениях с сепаратистскими властями в Приднестровье. Сам Воронин выдвинул против Крайтора обвинения в растрате государственного имущества, которое не было подтверждено судом. На самом деле речь шла о строительстве туалета рядом с исполкомом. Тогда местные коммунисты стали кричать, что туалет не стоил столько, сколько на него потратили. Коммунисты сколотили тогда большинство в Народном собрании, которое в январе 2002 года проголосовало за проведение референдума по импичменту Крайтору. Референдум нормально провести не удалось, однако Дмитрий Крайтор под давлением подал в отставку. Фактически коммунисты использовали туалет как причину для отстранения Крайтора. Какие политики, такие и причины. После Крайтора коммунисты взялись за примара города Камрад Константина Таушанжи, который был отстранен местными коммунистами в Народном собрании ГГУЗИ, что является грубейшим нарушением процедур и местной автономии. В связи с этим Таушанжи подал в Европейский суд по правам человека и выиграл это дело. В последствии теми же коммунистами предпринималась попытка не допустить Михаила Формузала до выборов Башкана 2006 года. При Воронине его наместник Георгий Табунщик, что называется, сидел смирно, пил чай и не дергался. И о компетенциях ГГУЗИ даже не вспоминал. Уже при Додоне и Влах, воспитанница Воронина, началась самая настоящая, что называется, кампания по сливу компетенции ГГУЗИ. Чего стоит только реформа центральной публичной власти, проведенная при Плохотнюке правительством Павла Филиппа. После этой реформы ГГУЗИ лишилась налоговой инспекции. Сейчас ГГУЗИ, которая именуется регионом с особым правовым статусом, ниже по статусу, чем простая сельская примария, где есть налоговый специалист, который занимается контролем и администрированием местных налогов и сборов. В городах есть налоговые отделы, а в ГГУЗИ нет. Зато ГГУЗИ считается регионом с особыми полномочиями. А глава этого региона претендует на некую роль в национальной политике. Даже румынский для этого выучил. Румынский выучил, выучить смогла, а полномочия ГГУЗИ, будучи членом правительства, защитить не смогла. При Влах в ГГУЗИ, по сути, отменили выборы. Выборы в Народное собрание должны были пройти до 20 апреля этого года. Их почему-то назначили на 16 мая. Потом отменили в связи с режимом ЧП. Режим ЧП отменили, а выборы в НСГ так и не назначили. Очевидно, что вопрос назначения выборов зависит от депутатов Народного собрания, контролируемых партий и социалистов, которые по какой-то причине не приходят на заседания, где собираются обсуждать вопросы назначения даты выборов. По сути, нас в ГГУЗИ лишили фундаментального права выбирать и участвовать в управлении делами автономии. Думаю, в прокуратуре есть что сказать по этому поводу. Я уже не говорю про те три гагаузских закона. Все четыре года своего президентства и после президентства, имея большинство в парламенте, Датон обещал, что они будут приняты. Чего не случилось. Под громкие рассуждения о молдавской государственности, которая все это время разрушалась и обещание защищать русский язык, которому в ГГУЗИ и в Молдове в целом ничего не угрожает. Сначала коммунисты, а потом и социалисты получали голоса гагаузов и отбирали у ГГУЗИ то, что на самом деле имеет ценность, ее полномочия. Мне страшно представить, что еще может натворить этот симбиоз Воронина и его воспитанников, имея полную власть в стране. Сам факт того, что они объединились после стольких лет взаимных оскорблений, говорит о том, что у них нет ничего святого. Есть только интересы, никак не связанные с интересами государства. Реальные интересы страны и молдавского общества никак не связаны со статусом русского языка, названием государственного языка. Им не угрожает УНИРЯ или НАТО. Интересам страны и молдавского общества угрожают коррупция и захваченное государство, которые выстраивались сначала коммунистами, а потом социалистами, которые не борются с этими феноменами и даже не обещают с ними бороться. Делая свой выбор, на предстоящих выборах каждый из нас должен задаться вопросом, какая из партий реально собирается бороться с коррупцией и захваченным государством. Все очень просто и никакой геополитики. На старте избирательной кампании в ЦИК зарегистрировалось сразу два блока левых партий. Это блок Рената Усатова и блок коммунистов и социалистов. В рядах партий с правого фланга потенциал к объединению пока не просматривается. Многие эксперты расценивают эту ситуацию как опасную для правых партий. Однако не все так просто. Левые партии десятилетиями финансировались и курировались из Кремля, что безусловно способствует их объединению. С другой стороны, благодаря репутации крупных левых партий ПСРМ и ПКРМ, левый фланг в Молдове сейчас ассоциируется с кульками, коррупцией, раздербаниванием госпредприятий, игре на страхах людей и отсутствием конкретной повестки. Блок социалистов и коммунистов был создан не от сладкой жизни. Он имеет одну единственную цель – отмыть Додона от связей с партией ШОР перед досрочными парламентскими выборами. Для Воронины и ПКРМ это реальный шанс вернуться к власти. Еще 4 года назад создание блока на левом фланге было чем-то невообразимым. Правым партиям только в последние годы удалось преодолеть наследие ЛДПМ и ее лидера Влада Филата Юрия Лянко. Там появились новые политические игроки, имевшие в прошлом связи со старыми игроками, но не являющиеся плотью от плоти с ними, как ПСРМ и ПКРМ, например. Но социалисты неустанно пытаются приписать к ним кражу миллиарда. Раньше правый фланг был очень фрагментирован. Его делили унионисты в лице безоговорочного лидера унионистов либеральной партии, проевропейская партия в лице ЛДПМ и центристы в лице ДПМ. На левом фланге был единственный безоговорочный лидер. Сначала коммунисты, а потом социалисты. Сейчас ситуация на правом и на левом фланге зеркально противоположная. Основной игрок на левом фланге дискредитировал себя коррупционными связями, как когда-то игроки на правом фланге в лице ЛДПМ и либеральной партии. Чтобы отмыться от шлейфа коррупции, ПСРМ пришлось заключить союз ПКРМ, что еще несколько лет назад было немыслимо. На левом фланге появились и другие сильные игроки. Рената Усатый также на этом фланге играет партия Шора. Так, согласно опросам, на левом фланге обозначились три игрока с реальными шансами пройти в будущий парламент. Это блок социалистов и коммунистов, блок Рената Усатого и партия Шор. На правом фланге, наоборот, появился сильный игрок в проевропейском сегменте в лице ПАС. Очень разобщенная унионистская часть политического спектра и ослабленная после бегства Плохотнюка ДПМ, продолжающая позиционировать себя как центринская партия. Среди унионистских партий пока не видно игрока, сопоставимого по влиянию с либеральной партией и способного набрать достаточно голосов для прохождения в парламент. Определенные изменения перетерпел не только политический класс, но и электорат. Если раньше избиратель делился на пророссийского, проевропейского и унионистского с небольшим так называемым болотом посередине, из тех, кто хотел и с Россией, и с Европой, то теперь появился значительный сегмент электората, для которого внутренняя политика, среди которой основной является борьба с коррупцией, не менее, а даже более важна, чем геополитика. Молдавский электорат стал меняться после кражи века, которая заставила граждан по-другому взглянуть на страну и внутреннюю политику. Важную роль стала играть и диаспора. Количество голосов из диаспоры увеличилось существенно. Но, несмотря на то, что левый фланг стал более фрагментирован, там практически нет игроков, которые не прошли бы в парламент. Другие партии на левом фланге, которые набрали бы более 1% голосов, практически не существуют. Таким образом, они существуют, но просто они не смогут набрать. Таким образом, практически все голоса на левом фланге уйдут к одному из трех игроков и трансформируются в места в парламенте для левых партий. В то же время, на правом фланге велика вероятность большого количества холостых выстрелов, если можно так выразиться. Несмотря на то, что есть один сильный игрок и несколько слабых, сильный игрок, в данном случае пас, не настолько силен, чтобы получить голоса всех избирателей на правом фланге. В то же время, более слабые игроки на правом фланге по опросам могут не набрать 5% для прохождения в парламент, но могут набрать более 4%. Таким образом, все вместе, более слабые игроки на правом фланге могут набрать до 10%, а может и более, при этом не пройдя в парламент. И голоса, отданные за не прошедшие в парламент партии, будут впоследствии распределяться среди всех, кто прошел в парламент, в том числе и партии с левого фланга. Такого большого количества возможных холостых выстрелов на левом фланге не наблюдается. Тот факт, что голоса однажды за правые партии, которые могут не пройти при распределении мандатов после выборов, пойдут в копилку левых партий, является поводом для беспокойства среди сторонников правых партий. Так, пас, которая, судя по опросам, наберет больше всего голосов по результатам досрочных выборов, может оказаться единственной правой партией в парламенте, и количество мандатов у нее будет недостаточно для самостоятельного формирования правительства. В этом случае пас придется формировать коалицию с одной из партий с левого фланга. Наиболее вероятным в этом случае выглядит союз пас и Рената Усатова. Однако здесь есть свои нюансы. На первый взгляд кажется, что среди левых партий, партия Усатова наиболее близка к пасу. Во-первых, они тоже продвигают антикоррупционную повестку. И у Усатова есть много причин не идти на союз с Додоном. Однако методы борьбы с коррупцией, продвигаемой Усатом, очень апатажны. Например, как создание молдавского массада. С другой стороны, политформирование ПСРМ и ПКРМ, где лидером списка является не Додон, а Воронин, делает это блюдо более съедобным для Усатова. С Воронином ему делить нечего. С другой стороны, неясно, насколько Усатый независим от кураторов из Москвы. И как он себя поведет, если из молдавского отдела Кремля поступит убедительная просьба пойти на союз с ПСРМ и ПКРМ. Поэтому, если союз ПАС и Усатова и возможен, то долгосрочность и прочность этого союза совсем не очевидна. Эта ситуация не дает уверенности в том, что в будущем парламенте может быть сформировано устойчивое большинство, ориентированное на реформы и борьбу с коррупцией и захваченным государством. Такая картина вырисовывается, исходя из существующих опросов, в которых не принимала участие диаспора. Активность партий с левого фланга в вопросах создания союза перед выборами дает повод для упреков в адрес правых партий и обвинений в их неспособности договориться, поступиться гонором ради интересов общества и будущего страны. Однако, создание союзов – дело непростое. Союзы могут быть как успешными, так и навредить, особенно если среди потенциальных партнеров много тех, у кого есть скелеты в шкафу. С другой стороны, объединение и консолидация сил возможно и на более поздних этапах избирательной кампании, и не только в виде создания избирательных блоков. В любом случае, решение за политическими игроками мы наблюдаем, комментируем и надеемся, что в будущем парламенте у политических сил, ориентированных на борьбу с коррупцией, захваченную государством и созданием правового развитого государства, будет большинство. Большинственная судебная палата Молдова поставила точку в вопросе назначения выборов в Народное собрание Гагаузии и не в пользу выборов. Ранее кандидат в депутаты Народного собрания Михаил Флах оспорил решение НСГ об отмене выборов в Народное собрание, которое гагаузские депутаты отменили после того, как социалисты и жоровцы ввели в стране режим чрезвычайного положения, пытаясь оттянуть таким образом момент распуска парламента. Выборы в Гагаузии были отменены в разгар кампании в угоду Додона по подсоусам заботы об общественном здоровье. Режим ЧП был объявлен неконституционным, а выборы в Гагаузии стали призрачным миражом. Вроде близко, а вроде их даже и нет. Отпел Палата Камрата высказалась за аннулирование решения НСГ об отмене выборов. Однако Высшая судебная палата отменила это решение. Таким образом, отмена выборов осталась в силе. Казалось бы, поставлена точка в этом вопросе. Режим ЧП отменен, и ничто не мешает Народному собранию собраться и назначить новую дату выборов. Еще вчера председатель НСГ должен был созвать президиум, чтобы срочно утвердить повестку дня и провести заседание, где будет определена новая дата выборов. Казалось бы, все проще, проще некуда. Но мы же в Гагаузии, где простые вещи сильно усложняются. Сегодня и правда было назначено внеочередное заседание Народного собрания Гагаузии, которое якобы стало продолжением заседания от 30 апреля. О времени заседания не была обовещена пресса. Видимо, не только пресса, но и сами депутаты, потому что заседание Народного собрания не состоялось из-за отсутствия кворма. И было перенесено на 28 мая. Но и в повестке дня сегодняшней сессии не значился вопрос о назначении даты выборов. До 28 мая еще есть время. Конечно, вопрос назначения даты выборов – это вопрос соблюдения фундаментальных прав 150 тысяч жителей Гагаузии, которые должны уже получить право избирать новый состав Народного собрания. Более того, крайний срок для проведения выборов в Народное собрание давно прошел. И дальнейшее удержание мандатов депутатов этим составом НСГ и принятие законов после истечения мандатов этого созыва противоречит здравому смыслу и Конституции. На заседании, когда НСГ приняло нужный Ирине Влах бюджет на 2021 год, пришло 28 депутатов. Такой явки народные избранники, многие из которых гастролируют в Гагаузию и из Кишинева, не демонстрировали месяцами, а продемонстрировали только потому, что их убедительно попросила глава региона. Принятый без соблюдения законных норм, бюджет все так же раздут в части доходов, все так же непрозрачен в части расходов, да еще и лишен средств на жизненно важные программы, которые были инициированы депутатами Народного собрания. Речь идет о программах «Освещенное село», «Питание учеников старших классов» и капитальные инвестиции в населенные пункты Гагаузии. Зато продолжают программы, инициированные Ириной Влах по раздаче бюджетных денег, которые носят явно популистский предвыборный характер и никак не помогают развитию регион. На кону вопрос не менее важный для Ирины Влах, чем бюджет состав будущего Народного собрания Гагаузии. Если Влах получит лояльное Народное собрание, то Гагаузия может забыть о контроле над тратой бюджетных денег. В последние годы ряд депутатов Народного собрания поднимают перед Ириной Влах много неудобных вопросов и показывают недостатки в управлении автономией. Правда, кроме имиджевых потерь, Ирина Влах и чиновники исполкома пока ничем не рискуют. Состав Народного собрания, который не будет задавать много вопросов, жизненно необходим для Ирины Влах. Поэтому Влах сделает все возможное, чтобы привести в Народное собрание как можно больше своих сторонников и провести выборы в нужное ей время, которое будет определено, исходя из ее соображений или соображений ее кураторов. После досрочных парламентских выборов, согласно последним кредибельным опросам, социалистов ждет поражение и утрата политического влияния. Многие из сторонников Влах идут на выборы в НСГ от социалистов. По крайней мере, так они зарегистрировались в Центральной избирательной комиссии после старта избирательной кампании в марте. Поражение социалистов, безусловно, ударит и по имиджу Ирины Влах, которая в последнее время дистанцировалась от Гагаузии, Гагаузской повестки в пользу национальной. Мы видим, что она ведет свои социальные сети сначала на румынском и только затем на русском, что она принимает послов в Кишиневе, а не в Камраде. Более того, проводит так называемые координационные советы доноров Гагаузии в Кишиневе, а не в самой Гагаузии, которая вроде как ориентирована на привлечение инвестиций в Гагаузию, а не в Кишинево. В итоге, за все годы существования автономии мы пришли к тому, что выборы в Гагаузии стали предметом торга и манипуляции национальных политиков, согласия местных деятелей. Единственное, кого нет в этой схеме интересов, это жители Гагаузии, на чьи права избирать и быть избранным просто наплевали. В прошлое воскресенье в Молдове отметили день 9 мая. Каждый отметил его по-своему. Кто-то пошел на возложение к памятнику, а кто-то отметил день объединения Европы. В многонациональной Молдове нет единения относительно того, что и почему мы празднуем. День 9 мая стал благодатной почвой для манипуляций сознанием людей. Да, и люди охотно на это ведутся. День завершения Второй мировой войны в Европе – это дата, которую мы обязаны помнить. Помнить об огромных человеческих жертвах, о трагедии для миллионов семей. От войны пострадали все, независимо от национальности, расы, вероисповедания. Мир увидел, насколько жестоким может быть человек и ужаснулся. После этой войны мир должен был сделать выводы о том, что такого больше допускать нельзя. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Часть мирового сообщества извлекла выводы, из чего появилась объединенная Европа. Но без малого через 80 лет важной победы России одной из победительниц во Второй мировой войне больше гордиться, похоже, нечем. К сожалению, российские лидеры не нашли другого повода для гордости в современной истории этого государства. Судя по российской пропаганде, в России год делится на две части. До Дня Победы и после Дня Победы. Полгода российские СМИ обсуждают подготовку ко Дню Победы, а вторую половину года обсуждают то, как он прошел. Современная история нашего мира, который должен был строиться под лозунгом «больше никогда», говорит об обратном. Диктаторы с реваншистскими настроениями удерживают власть, как в Белоруссии и в России. Войны и геноцид продолжают вспыхивать. Целые нации, как уйгуры в Китае, помещают в концентрационные лагеря. А ксенофобия и шовинизм все еще огромная проблема в большинстве стран мира. Человечество очень плохо выучило уроки над ошибками. Для того, чтобы понимать, что означает день 9 мая для нашей страны и для мира в целом, прежде всего, нужно быть честным перед самими собой. Нужно не бояться открывать все страницы истории. Кровавую историю Второй мировой войны и кровавую историю советского режима. Режима, который принес нам не меньше страданий и горя, чем война. Я не знаю ни одной семьи в Гагаусе, которая бы не столкнулась с трагедиями, голода и репрессиями после военных лет. День 9 мая совсем не подходящий день, чтобы кричать «можем повторить». Сама по себе эта фраза говорит о том, что человек не совсем понимает, что конкретно он может повторить. Это день, когда мы должны быть благодарны за мир и делать все для того, чтобы такого больше не повторилось. Не повторилось войны, не повторилось никогда. Без мысли о том, мол, я человек маленький, что там от меня зависит. От нас зависит многое. Во-первых, никогда не давать власть политикам, которые тиражируют такие лозунги, как можем повторить. Организуют хороводы под флагами СССР и чужого государства и вводят дружбу с кровавыми диктаторами. Как обычно, в этом году в Кишиневе марш в честь Дня Победы во главе с Игорем Додоном стал маршем флагов России и Советского Союза. Во-вторых, мы можем своим примером показать, что день 9 мая – это день благодарности и поощрения, прощения, извините, где нет места лицемерному тщеславию за победу и маскарада в военной форме. Ряженые в военную форму в день 9 мая вызывают столько же вопросов, как и те, кто любит лозунг про «можем повторить». Люди, не имеющие отношения к военной службе, переодеваются в военную форму и переодевают в военную форму своих детей. Я, честно, не знаю, что движет этими людьми, особенно когда они одевают в солдат своих маленьких детей. Детские психологи уже много лет говорят о том, что такие переодевания губительны для восприятия войны со стороны ребенка. Война – это трагедия. Война – это всегда смерть, убийство, боль и горе. Это обесценивание человеческой жизни. А у нас детей переодевают в военную форму на праздник. То есть для детей с малых лет война отразвляется с праздничным днем. Более того, политики и чиновники это поощряют, как и система образования. Например, в Гагаузии дают разнарядку в школах и детских садах, чтобы родители переодевали своих детей в военную форму для мероприятий по случаю 9 мая. Неужели родители, наряжающие своих детей в солдатскую форму, думают, что миллионы детей, прошедших войну, добровольно и с радостью надевали эту форму? Для многих это просто фан, к сожалению. Вместо при одевании полезнее было бы воспитывать себя и своих детей порядочными, честными и сострадательными людьми, которые точно никогда не допустят повторения ужасной трагедии 20 века. 9 мая – день победы и дня, когда без лишнего пафоса, потому что война – это не пафос, должны вспоминать и чтить память жертв ужасной войны превратился в навязанную нам идеологию. На идеологию мира, не идеологию мира, а идеологию войны с бряцанием оружием и одеванием военную форму. Организаторы всех этих карнавалов на 9 мая приватизировали победу, отобрав ее у ветеранов, которых с каждым днем становится все меньше и меньше. Отобрали у них не только победу, но и честь и достоинство, заставляя жить в нищете. И главный вопрос, который возникает, глядя на все мероприятия по случаю 9 мая в ГГУЗе, это следующий. А какое отношение дедушки и бабушки современных ГГУЗов имеют к этой победе? Наши деды не служили в рядах Советской Армии в году Второй мировой войны. И если были ГГУЗы, которые воевали на стороне Советской Армии, то это скорее исключение. Но все эти карнавалы в День Победы приносят политические очки их организаторам. Принял политик и чиновник в конфликте с законом участия в Дне Победы, создал эйфорию. И все, можно дальше нарушать закон и не отчитываться за потраченные бюджетные средства. Я не против того, чтобы в ГГУЗе отмечали день окончания Второй мировой войны. Наоборот, его надо отмечать. Только без военной формы и лозунгов можем повторить. Нам бы нормальные туалеты в каждой школе повторить. Было бы замечательно. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать на этой неделе. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы будем рады вашим комментариям, лайкам и репостам. С вами был Михаил Сарикелей. Увидимся через неделю в новом выпуске Нокта Лайф. Друзья, мы благодарим всех тех, кто стал нашими патронами на Patreon. Нас становится все больше. Мы вам очень благодарны. Для тех, кто хочет и может нас поддержать, не забудьте про эту возможность. Вы можете сделать это, пройдя по ссылке, которую вы видите на вашем экране. На нашей странице в Patreon вы можете выбрать один из нескольких вариантов поддержки. Как вы знаете, минимальный вариант ежемесячной поддержки через Patreon обойдется вам стоимостью 3 чашки кофе. Мы делаем этот контент для вас. Ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу независимость.